Добрый день! Рада вас видеть. Повод у нас абсолютно неординарный. Через два дня Алексею Балабанову исполнилось бы 60 лет. Он уралец, человек из Екатеринбурга, точнее говоря, из Верловска. Здесь начиналась его карьера. Я думаю, здесь много людей в зале, которые либо учились с ними, либо работали. А я его вспоминаю по 1991 году, когда он фактически уже переехал жить. Еще, по-моему, тогда был Ленинград. Потому что здесь, под городом тогда еще все-таки Свердловск, состоялся фестиваль авторского кино. Назывался он в городе Заречный. Рядом здесь. И там Балабанов за фильм «Счастливые дни» получил первый приз. Это было не специально. Это не был жест, так сказать, уважения к городу или к местности. Просто очень много появилось тогда режиссеров новой волны. На этот фестиваль приезжал и Валерий Тодоровский, например, и Сергей Ливнев. И, в общем, было из кого выбирать. Но победил тогда с счастливыми менями Алексей. Вот я тогда с ним познакомился. Строго говоря, дело было в том, что он просто открылся как бы миру. И с этой картиной уже через полгода он поехал на Каннский кинофестиваль в одну из молодежных программ. Но мы об этом поговорим, потому что у нас сегодня впереди еще будет фильм «Счастливые дни». Первый фильм Балабанова, который видела, конечно же, значительно меньше людей, чем фильм «Груз-200». Фильм по-настоящему культовый. И я думаю, что вы все молодцы. Вы смельчаки. 23 февраля прийти на такое вот испытание, потому что этот фильм все-таки испытание. Вот как бы там ни Алексей нас в свое время не заверял, что ну подумаешь, там ничего сложного. Но у нас есть еще отдельный повод. И этот повод, по-моему, тоже прекрасен. У нас актриса, исполнительница главной роли в фильме «Груз-200». Я с удовольствием ее представляю. Агния Кузнецова. Добрый день. Очень приятно в очередной раз быть в вашем прекрасном, красивом городе. Очень рада, что пришло очень много молодых ребят. Сейчас будет фильм «Груз-200». Это был мой дебют в кино и встреча с легендарным для меня режиссером, у которого я мечтала сниматься с детства. Потому что, когда вышел фильм «Брат», мы с моим двоюродным братом сидели в деревне, смотрели эти кассеты ВХС, когда еще такие кассеты были, помните? Они скоро смотрели этот фильм, и я смотрела и кричала, я буду сниматься у этого режиссера. И прошло 9 лет, и, в общем, так получилось, что мы с ним встретились. И он утвердил меня на главную женскую роль в этом фильме. Спасибо вам большое. Я желаю всем приятного просмотра. Спасибо. Ну, после фильма мы поговорим, если будет желание задать вопросы нашей гости, просто высказаться, что-то рассказать, вспомнить. Ну, желающие поговорить остаются. Спешащие по делам 23 февраля уходят. Агния Кузнецова. Ваши аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня же праздник, точно. Вот, видите, как мы решили обидеть. День защитника Отечества. Такой фильм показали. Да, я даже сегодня сказал Агнию, что кто в Грузии 200 снимался, тот в цирке не смеется. Поэтому это нас объединяет с праздником. Но я все-таки не могу не напомнить, что два года назад мы делали один такой Балабановский день. И будем, наверное, стараться, чтобы это повторялось. Приезжал Алексей Серебряков, как раз один из участников фильма сегодняшнего Груз 200. Приезжала Надя Васильева, жена Алексея Балабанова, художник по костюмам, верный его товарищ, жена. И Светлана Письмениченко, которая играла в фильме «Брат», но еще там небольшие роли у нее были в других картинах. Так что, и вот здесь я обратил внимание, что довольно стабильный такой актерский ряд у Алексея. Если уж просто ему нужны были молодые актеры, тогда вот он находил и Агнию, и нашу сегодняшнюю героиню, Агнию Кузнецову и Бичевина, по-моему, для него это тоже была одна из первых ролей в кино. И Алексея Чадова, которого мы ждем послезавтра. Ну и, наверное, мы все ждем, что нам скажет Агния, как состоялась ее встреча с Алексеем. Я думала, будут какие-то вопросы задавать. Вопросы будут, они копятся. Копятся. Я училась в институте в Щукинском, шла по коридору училища, и меня встретила ассистентка Тата Лелик. Она тогда работала у Балабанова, так называемый кастинг-директора, как сейчас говорят. Она искала актеров. Тогда еще давали распечатанные фотографии в 2006 году, блин, сколько времени прошло. Еще давали распечатанные фотографии актеры всяким там тетям на Мосфильм. И вот она меня останавливает и говорит, знаешь Балабанова? Я говорю, конечно, знаю. Она говорит, я тебе дам сценарий, ты пойдешь на пробу к нему. Не знаю почему, она меня, вот как-то ей что-то показалось. Дала мне сценарий, чего сейчас не происходит. Никто тебе распечатанный сценарий сейчас не дает. Тем более литературную версию сценария, а не режиссерскую, мне дали. То есть литературная версия сценария, это когда, просто как рассказ. Как описание, без раскадровки. Без раскадровки, это просто целый рассказ интересный, страшный. Она мне дала, я его прочла и в Москву через несколько дней приехал Алексей Октябриныч на пробы. Там каждые полчаса шла новая девочка пробоваться на эту роль. К нему навстречу был весь мой курс. Кстати, с моего курса здесь снялось еще четыре человека. Попозже скажу, кто. И вот я увидела в кабинете очень... На Мосфильме? Это было не на Мосфильме, это было на студии СТВ Сергея Селянова, на их студии. Это был офис московский. Да, очень такого сдержанного человека, даже угрюмого, который тихим голосом, несмотря на меня, сразу стал рассказывать про кино, про то, что он хочет снять и как это будет круто. Вот. И, в общем, я подумала, поняла, что, кажется, это то. До еще проб, до всякого утверждения. Есть такой момент в жизни, когда ты с человеком одной крови. Я вот его понимала. Хотя он очень сложный был человек в общении. Такой весь в себе. И, правда, всегда говорил резко в лицо. Всем подряд. Не шел на компромисс. Вот так я, собственно, с ним познакомилась. И меня каким-то чудом утвердили. И потом просто Балабанов сказал, что я лучше всех сыграла то, что он хотел на пробах. Это было его объяснение. Больше он ничего мне не говорил. А правда, что какие-то ваши сокурсницы тоже могли сняться, но сами отказались, испугались играть в рекортиниках? Да. Были пробы, был некий чуд. В общем, нужно было, в принципе, раздеться перед режиссером, перед камерой. Ну, там, как бы, топлись даже никаких там не до гола. И они в ужасе. Студентки, двадцатилетние, в слезах. Отказывались. То есть до сценария до мух не дошло? Просто раздеться, и уже был такой шок, да? Я не знаю, что у них там было, но они, видимо, не понимали, что за крутой режиссер вообще. Я-то знала с детства, его фильмы все смотрела. А они не знали, кто это. Может, брата смотрели, и все. Но вас предупреждали, что никакой карьеры после этой роли может не быть? Да. И, собственно, ее и нет. Это сегодня. Практически. Это сегодня. Вот нет, чтобы сказать, нет, есть. Нет, есть, конечно. Я хотел сказать, будет. Может быть, сейчас и нету чего-то, но будет. Ну, хорошо. Все-таки у вас большая фильмография, правда ведь? Я не знаю, какая у меня фильмография. Ну что, мы ждем вопросы из зала, пожалуйста. Можно не только вопросы, можно просто поделиться, наверное. Можно просто что-то сказать, конечно, своим родителям. Есть явно люди в зале, кто первый раз смотрел. В зале есть люди, которые первый раз смотрели картину? Ребята, вы нас это прямо огорошили, правда? Десять лет прошло. Представляете, как это уже было давно. Ну, тогда мы вам обязательно дадим микрофон, чтобы узнать ваше мнение. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Иван Еременко. Я студент исторического факультета. Спасибо вам, Агния, что вы приехали к нам. Спасибо вообще за эту блестящую роль. С вами, как с актрисой, я познакомился именно благодаря фильму. А фильм я увидел в конце того года, 2018-го. Мне его посоветовал мой сокурсник по эстфаку. И, в общем, фильм на меня произвел такое блестящее впечатление. Просто ворвался в мою жизнь, включая его саундтреки. В общем, в краю магнолий я слушаю каждый день утром, когда я выхожу покурить. Это потрясающая песня. И сегодня я пришел не один, а со своим лучшим другом из одного из вуза Екатеринбурга и со своей девушкой. В общем, мы большие поклонники творчества Алексея Балабанова. И хотелось бы задать один вопрос. Это было вступление. Ну, почему, если есть возможность, конечно, хочется пообщаться. Что касается Алексея Маполуяна, который, к сожалению, тоже от нас рано ушел. Какой это в жизни был человек? Он сыграл роль противоположную себе. Это был нежнейший, очень скромный, тихий, добрый человек. Он был такой трепетный, что эти сцены для него, это был кошмар. То есть это было такое ощущение, что мы поменялись местами, что ему нужно было играть эту жертву. Так вот он боялся. И вообще очень трепетный мужчина. Слава настигла его после этой роли. Он даже стал сниматься за границей, кстати. А в Питере Слава была таких масштабов, что его побили, его ужас там был. Подумали, что он реальный маньяк, реальный мент. Вот это вся жесть, ребята питерские. Он мне рассказывал, что он даже прятался под Питером где-то на даче в какой-то период после премьеры фильма. Представляете, какая может быть слава? Ну, в жизни он был очень таким нежным, тихим человеком. К сожалению, он умер. Кстати, кто не знает, все роли, которые играет Виктор Сухоруков в фильмах «Балабанова» озвучивает Алексей Плуян. Это не голос Виктора Сухорукова. Как раз опередили чей-то вопрос. Так, пожалуйста, вот еще, я вижу рука с той стороны, пожалуйста, вам дает микрофон. Здравствуйте, Михаил Рыжов, город Тюмень. У меня вот вопрос. Алексей Балабанов, он каждому актеру говорил о символизме роли, допустим. Но я думаю, что все-таки этот фильм, у него был какой-то конкретный подтекст. И каждый человек в этом фильме, ну именно персонаж, он нес какой-то символизм. Было что-то такое на съемочной площадке или после, может быть, он рассказал? Мне он точно ничего не говорил во время съемок. Что мне там говорить-то о 20-летней студентке? Может быть, он спорил с Алексеем Серебряковым, я помню какие-то вещи. Но я ничего не понимала, мне было страшно просто на камеру смотреть. Не то, что там какие-то философские подтексты искать. А вообще режиссер не очень с артистом об этом говорят. Потому что нечего артистам мозг пудрить. Артист должен там играть. А смысл вытаскивать будет режиссер сам. Я вообще прям фанат этого. Я не думаю, что артист может что-то такое предложить. Ну, по крайней мере, Алексей Балабанов, у которого фильм, он был для меня, фильм был смонтирован уже в голове. Был готов. То есть он готов и выходил на площадку? Он каждую фразу заставлял с интонацией повторять такое, какое вот ему надо. Он видит. А дублей много было у него? У меня. Со мной? Да. Ну, потому что ты как? Да. Со мной было поначалу много. Но кроме вот этих сцен изнасилования. Потому что он сказал, мы сделаем все быстро. Не волнуйся. И вот этот вот. Вот этот вот. Так. Вот Баширов. С Башировым очень любили материть друг друга. Вот. И типа, эй, что-то режиссер снял, что-то говорил он там. Баширов. Типа Баширов тоже бегал. Прикалывались. Да. Ужас. Ужас вообще. Вообще так весело было на площадке. Много смеялись. Ага. Там нельзя было, кстати, улыбаться и вообще шутить. Создавалась такая специальная атмосфера. Очень угнетающая. И я поняла, что это не на каждом фильме. Потому что, когда я приехала в гости на съемки фильма «Морфий», который, конечно, не менее тяжелый, но все-таки. Ну да. Там было как-то повеселее. Уже в группе. А вы там не планировали сниматься? Просто приехали? Я приехала в гости, а меня нарядили медсестрой. И я в эпизоде там снялась. Быстро в дурдоме где-то. Какая-то у меня была фраза там. Вы куда? Что-то такое. Главному герою. И все. То есть это было второе появление в фильмах Алексея? Да. А все-таки про сокурсников? Про сокурсников очень интересная парня в майке СССР, который, собственно, заводит мою героиню. В этот капкан играет мой однокурсник Леонид Бичевин. Потрясающий артист. Я думаю, все его знаете. Он снялся в главной роли в фильме «Морфий» потом. Просто очень круто сыграл. И у него карьера тоже пошла. Вот. В отличие от меня. Да. И потом труп моего жениха играет мой однокурсник Константин Балакирев. Костя бедный. Его гермировали по 8 часов. Он там ходил летом в этом гриме страшном. Вот. Потом играет подружку Алену Флалееву в начале фильма. И, собственно, вот этого фарцовщика, который в финале на концерте Виктора Цоя встречает. Славик. Славик. Забыл, как зовут. Играет Дмитрий Кубасов. Мой однокурсник. А, так он теперь тоже достаточно известный артист. Он мой, он вообще режиссером стал документалистом. Да, режиссер. Учился Марина Разбешкиной. И снимается с кино. Да, и он снимается с кино документальное. В последнем фильме с Людмилой Гурченко он снимал. И снимался он с Гурченко. То есть, короче, пять однокурсников взяли нас, и мы там вот все снялись в этом кино. Ну, все-таки настоящая звездная дорожка возникла у вас и у Бичевина, да, после этой картины? У Бичевина с Морфи, я думаю, не с этой. Ну, как-то, ну, да. Заметились. Ну, он поехал на пробу, и благодаря Грузу 200, конечно, его пригласили в Морфи, потому что его знал режиссер. Знал режиссер. И все равно пригласил его на пробу. И я вот вернусь к тому, в чем я начал, что он очень неохотно расширял список своих артистов, потому что он все-таки очень... Важнее было, чтобы артист решал те задачи, которые он ставит, а вовсе не как бы раскрывался, как это учат в театральном училище, как это надо на сцене, да? Вот актер кино, он все-таки обладает какой-то другой спецификой. И, наверное, ребятам из театра очень сложно иногда вот эту специфику освоить. Или вам было просто? Да, просто потому что есть такое кино, как бы есть актерское кино, где все на актеру сделано. Здесь это не так, мы не видим... Вот он так говорил Алексей, как он на площадке говорил артисту, что нужно делать? Как он... Ничего, не играй, говори текст, как я сказала, все. Он диктатор. Ну да, некоторые даже обижены на него до сих пор. Я не знаю, кто на него обижен, я нет. Слава Богу. Пожалуйста, вот вопрос. Давайте с этой стороны ближе. Здравствуйте. Меня зовут Андрей Москаленко. У меня такой вот вопрос. В целом, вот если смотреть работы Балабанова, большую часть самые известные, да? Они чем запоминаются? Какой-то естественностью, реализмом, да? И в связи с этим вопрос, почему у нас вообще за всю историю кинематографа среди таких режиссеров это Алексей Балабанов, я думаю, наверное, Быков, который может передать вот это вот именно реальное состояние, да? Как бы делал вот эту картинку. В чем именно сложность? Почему не все могут это сделать? Казалось бы, это самое простое, но, получается, это действительно, это большое искусство, это уникум своего рода, да? Сделать так, чтобы показать то, как оно есть на самом деле. То есть, почему именно у нас это сложно? Почему у нас патриотические какие-то фильмы, основном, показывают либо про бандитов, там, про зоны и так далее, да? Почему у нас очень мало режиссеров такого уровня? И вот как вот на вашу точку зрения, на ваш взгляд, в связи с чем вот у нас так? И так ли, по-вашему, действительно ли Балабанов мог показать реальность такую, какая она есть? И спасибо. Ну, можно я вот голосом огни скажу? Ну, во-первых, все равно это большая метафора, этот фильм, да? В свое время режиссеры бились за право снять последний советский фильм. Не потому, что вот кто-то говорил, что это последний советский фильм, а просто потому, что душа просила как бы вот подвести вот этот самый итог. И мы знаем такие примеры. Даже вот, например, фильм Меньшова «Ширли Мырли». Это, конечно, последний советский фильм. Снять всех звезд, которые на тот момент были и так далее. Но, по сути, все равно что-то ускользало, да? И Алексей, который эту эпоху как бы прочувствовал через свою юность, конечно, снял очень жесткую картину, очень жесткую. Но ведь он ездил и по Свердловской, и по Челябинской областям как корреспондент, как, по-моему, там у него даже какая-то была геологическая такая страница. Потом армия, да? Вот после сегодняшнего, после этой встречи мы будем смотреть картину «Счастливые дни». Почему она возникла? Потому что он учился в Горьковском институте военных переводчиков. И там он осваивал французский и английский языки, может быть, немецкий могу путать. Потом он служил в Афганистане. Ведь когда его хоронили, берет ВДВ лежал у него на крышке гроба, понимаете? И многие люди из этой среды стояли. Для меня это была неожиданность, потому что мы такого Балабанова не знали. Но это все переварил и вынес из того же афганского котла, он вынес не ностальгию. Он вынес то, что называется грузом 200. То есть он подвел очень жесткий итог этой эпохи. И действительно, вот сегодня Агния замечательно сказала в одном интервью, что эта эпоха не может кончить. Она почему-то все время не заканчивается, она все время продолжается. Понимаете, я когда смотрел эту картину первый раз, я вот этот титр последний, шла вторая половина 1984 года. Я почему-то его не заметил, пропустил. Такая еще улица, а идут мои однокурсники. Я такая, ой, так это же Питер. Я была там сейчас на гастролях, был такой же закат. Ведь было ощущение, что в этом маленьком городе Ленинский, вот этот маленький промышленный город, там время вообще остановилось. Там 30 лет стоит вот это вот. Это вот непонятно, как это назвать. Поэтому мне казалось, что он снял картину о современности даже тогда. А сегодня, а что там изменилось-то? Там что, какие-то появились новые люди, новые дома. Та же система отношений. Тоже подавление человека. Тоже вот эти лозунги, которые над всеми витают, которые должны как бы всех спасти. Вы об этом задали вопрос. Почему нет таких режиссеров? Потому что это авторское кино. И Быков, конечно же, он себя позиционирует как человек Балабанова. Он очень бы хотел. И мы, как говорится, будем еще думать на эту тему. Конечно, очень хочется, чтобы его произносили преемником Балабанова. Он сейчас снимает фильм, извините, что перебиваю. «Завод», вы знаете, да? Он снял его уже? Уже снял? Он уже снял, он уже выпустил. И уже в фейсбуке покаялся, что фильм не посмотрели зрители. Как он выпустил, я не видела. Нигде не было ничего. Я его сюда приглашал. Я говорю, Юрий, почему вам не приехать там? Ну, в общем, это решают прокатчики. Вот они и решили, что фильм вышел, но никто не заметил. Это вторая часть ответа на ваш вопрос. Эти фильмы есть, но где они, да? А вот брат, который вспоминали, это действительно уникальная ситуация. Потому что кинотеатры рухнули в тот момент. В них вообще никто не ходил. И вот эти вот ВХС, которые, опять же, вспоминала сегодня Агния, они стали главным передатчиком этой картины. И то, как прорвалась эта картина. Вот что такое правда, да? В каком-то, ну, в таком высшем смысле ее нельзя, там, художественные какие-то категории. Это вот просто слово «правда», большой буквы. Вот как она бывает, пробивает все барьеры, как выйди сегодня на улицу, спроси про фильм «Брат» и «Видел каждый». Это счастье кинтеграфиста. И это после двух картин, которые Балабанов, как бывший военный переводчик, как человек, снявший Беккета и Кавку, роман «Замок», вдруг он понял, что вот он обречен быть этим, это авторское кино, где полтора человека в комнате, где, так сказать, два критика вышли, пожали руки и все хорошо. И он почувствовал необходимость от этого прорыва. И он его сделал. Он снял главную картину 90-х. И мы сегодня это понимаем. Какой смысл, какое значение в этой картине, при всем при том, что она тоже вызвала разные толки там, и так далее, и так далее, все многие фразы. Леша, Алексей, оказался его таким, ну, как сказать, свойством, оказалось то, что он оказался врагом политкорректности. Я сам беседовал с западными отборщиками, которые говорили, о, там, эти самые черножопые, мы этот фильм взять не можем. Не может это прозвучать где-то, потому что у нас вот есть этот кодекс политкорректности. Алексей в этом смысле он все нарушил. Он пробивался на западный фестиваль, но как-то получалось не так вот быстро, активно, не с той стороны. Некоторые действительно поставили на нем крест. Это правда, я просто свидетель этого. Потому что он понял, что в этот момент надо открыть подсознание человека, корпус снять. Потому что иначе мы полностью разойдемся. Творчество, жизнь, интеллигенция творческая, зрители. Извините, плохо подготовился. Вот, поэтому я здесь замолкаю, потому что меня тоже взволновало то, что вы сказали. И давайте другие вопросы. Кагнии, прежде всего Кагнии. Вот у девушки вопросы. Скажите, пожалуйста, есть ли какая-то роль, может быть, классический персонаж и так далее, которую вы хотели бы сыграть? У каждого, наверное, актера есть роль, о которой он мечтает? У меня нет роли, о которой я мечтаю, но я бы с удовольствием сыграла что-нибудь. Какую-нибудь женщину власти. Но это потом лет через сорок. И так... Или какого-нибудь парня, девочку-парня. Но у нас как бы... Все в Голливуде. Это снято сто раз. И очень классная картина. Но у нас как бы хромает кинобизнес. И мне кажется, пока этот сценарий напишут, уже я постарею. Какую-нибудь безбашенную девчонку. Понимаете, русское кино — это кино мужское. Понимаете? Здесь только подружка главного героя. И все. Но вы со мной не согласны, конечно. Почему? Я, например, была на Кинотавре. Вот есть такой фестиваль Кинотавр в Сочи. Вот это вот авторское кино, Быков, вся вот эта фигня. И там не могли дать приз за лучшую женскую роль. Потому что из 14 фильмов плюс дебютантов ни одной внятной женской роли не было. Женщинам, актрисам нечего играть. Даже в моем возрасте, то есть в молодом возрасте все пишут про мужиков. Вот просто дали там... Не буду говорить. Дали, потому что некому. Но это так и реально. Там была одна женская роль, которая более-менее была объемна, более-менее там что-то было. И вот ей дали. Потому что там 14 фильмов про мужиков. Все там главные герои. У нас и 90-е называли временем 4М. Миронов, Маковецкий, Меншиков, Машков. Время 4М. А сейчас? А кто был в эти годы? Ну, Розанова. Наверное, все-таки уже не такой четкости рисунок. Но вы правы. Это вот свойство времени и свойство кинематографа. Легкого ответа нет на это. Героиня, которая пришла... Это какой-то герой. К нему пришла героиня в каждом кино. Разные авторские, книжки. Пришла героиня. Она влюбилась. И вот они это. У них получилось или не получилось. Вот, все. Как интересно. Офигеть. И это при том, что гигантское количество... При том, что все равно меня на эту роль не возьмут, потому что должна быть голубоглазая блондинка. Но это не важно. Я же не от зависти говорю, но это реально очень скучно. А сколько женщин-режиссеров пришло в кино, и это проблемы не решает, обратите внимание. Женщин-режиссеров? Очень много еще. Но они побольше. Бывает полкинотавры, это женщины-режиссеры. Но они все равно как-то про баба-то побольше снимают. Ролей-то пишут. Пожалуйста. Здравствуйте. Агния, спасибо вам большое, что вы приехали. Я вот здесь. А вот, позвольте, я с вами чуть-чуть не соглашусь. Я правильно понимаю, что вы говорите про лучшую женскую роль на кинотавре? Это роль, которая была в фильме «Человек, который всех удивил»? Нет. Нет. Это в Венеции Наташа Кудряшова. Ну, да, да. Нет, вы что? Нет, нет. А на кинотавре я, честно говоря, даже не вспомню уже. Это был режиссер Иван Твердовский. Ага. Твердовский. Нет, это за подбросы. А, молодая актриса. Это за подбросы. Нет, там не молодая. Не потому, что актриса плохая. Она заслужила этот приз. Это было заслужено. Просто тенденция того, что там, я смотрела фильмы, там вообще нет женских ролей. Да, я понимаю. Но вот я как раз хотела сказать, что вот человек, который всех удивил, там, мне кажется, очень замечательная женская роль. Она такая прямо равноправная. То есть это как бы подруга, спутница жизни главного героя, который оказался вообще в какой-то совершенно странной ситуации. А ей тоже надо делать выбор. И у нее там вполне такая выпуклая. Я бы хотела сказать, что вот, по-моему, у Завягинцева в последних нескольких фильмах, не считая буквально первых двух, во всех остальных тоже довольно интересные женские персонажи. Такие не совсем управляемые со всех сторон мужчинами, а как-то вот самостоятельно. Неважно, какой у них там образ, положительный или отрицательный, но они как-то пытаются сами руководить своей жизнью. И хотела обратить внимание на то, что вот сериал «Обычная женщина», то он вообще прямо шикарный. Вот в плане женских персонажей там. Куда не обратись, вот кругом очень интересные женщины, которые вот прямо со всех сторон. Агния, я хотела задать вам вопрос про… Ну, может быть, вы на него отвечали. Мне просто интересно. А как вы для себя определили готовность сниматься «Обнажённое»? Что это? Вы считаете, что актриса или актёр – это вообще инструмент режиссёра? Он должен быть готов на это? Или у вас, ну, как бы просто такая готовность была? Если можно, я ещё хотела спросить про Александра Баширова. Мне вот очень интересно просто, какой он человек. Вы рассказывали про Полуяна. Так, ну, стоп. А то мы запутаемся много вопросов. Ну, просто смотря, у кого снимаются «Обнажённые». Если это фильмы, режиссёр известный. Вот что было в моём случае. И там ещё был один фильм, где я снималась «Обнажённый». И, как бы, это персонаж. Это не я. Там нет никаких порно-сцен. Там нет никаких, как бы, ничего. Там есть только искусство. Ну, вот, на мой взгляд. Как в галерее. Вы же смотрите «Обнажённые». Картины «Обнажённых женщин», да? Вы же не говорите «Как? Как она так там?» Это образ. В этом нет ничего страшного. Это просто человеческое тело. Я просто ржу над актрисами, которые говорят… Моя любимая. «Я не снимаюсь, топлис». Возьмите дублёж в моей груди. Что мы там не видели, ребят? Я просто не понимаю. Какие-то несвободные все, блин. Правда. До сих пор. Вот я не чувствую. Какие-то все советские несвободные. Какие-то все, блин, зажатые. Капец. Я не призываю, давайте все оголимся и будем снимать про секс. Но просто есть же какие-то вещи. Ну, не знаю. Про Баширова. Он замечательный артист. Замечательный, безбашенный. И название его фестиваля в Питере – «Дебашир фильм», да? Объясняет его сущность человеческую. Он хулиган вообще. Причем он такой… Он же безобидный абсолютно. Конечно, безобидный. Он своим юмором, причем с этой внешностью, да? С своим этим ростом и возрастом имеет колоссальный успех у женщин. Очень обаятельный. Все, я, кажется, ответила. Спасибо. Ну, что будем закругляться. У нас впереди еще… Через 20 минут ровно показ. Ровно через 20 минут. Если есть последний вопрос… Последний вопрос. Давайте. Даже два… Хорошо. Да, мы успеем два вопроса обсудить точно. Два последних вопроса, но не длинных. Добрый день. Пять минут. Из всех фильмов, которые я посмотрел данного режиссера, этот фильм показался мне самым сложным, за исключением фильма про родов и людей, конечно, он особого внимания заслуживает. И такой, пожалуй, основной вопрос на сегодня. Какова, на Ваш взгляд, самая главная идея данного фильма «Груз-200»? Спасибо. Давайте… Вот режиссер бы сейчас вас убил за этот вопрос, потому что это вот моветон, когда такой… Я вас не ругаю, да? Я понимаю, что вы находитесь в состоянии некоторой внутренней растерянности. Вот. Но давайте вот воспользуемся словом метафора. Это метафора конца той эпохи. Той эпохи. Вы ее просто не застали, поэтому отнеситесь к этому как к абстракции. Но, в принципе, как бы Алексей все застал. Вот, кстати, фильм «Жмурки» он же недаром снимал в городе Горьком. То есть уже тогда Нижний Новгород, где он учился. Это все он как бы провел через себя. Он знал, что такое менты. Он по пьяни мог оказаться и в каких-то очень неудобных и даже, я бы сказал, жутковатых ситуациях. И так далее. Он и за страну, и за Родину, и в то же время вот это в нем тоже было. Потому что он понимал, как могли окунуть и что из человека могло выйти после этого. Поэтому отнеситесь к этому как к метафоре. А дальше уже, может быть, вам будет проще самому составить ответ на свой вопрос. Все-таки вопрос давайте к нашей героине. Она уедет. Я-то останусь. Я здесь буду все дни вести творческие встречи. Здравствуйте. Меня Михаил зовут. Хотел задать такой вопрос. Летом этого года будет 12 лет с того момента, как «Груз-200» вышел в прокат. Вот эти прошедшие 12 лет мы не видели картин похожих на ту, которую снял Алексей Октябринович. Вопрос такой. Есть ли возможность в дальнейшем увидеть такую же храбрую картину? Верите ли вы в то, что найдется еще человек, который сможет снять такое в нашей текущей сложившейся ситуации в стране, где в принципе контролируется уже по большей части все? Найдется ли место честному слову? Спасибо. Ну, это… Да. Найдется. Всегда будут сумасшедшие, великие люди. Во все время в России они были, не только режиссеры кино, но и писатели, и так далее, и художники, которые разрывали эту пленку системную, да? И что-то высказывали там ценой своей жизни, или просто ценой карьеры, или просто, смотря какое было время, да? Насколько затягивал поводок, да? Ну, как бы я не хотела бы вдаваться в политику, в систему, в какую-то хрень. Просто хочу призвать всех наслаждаться кино. И вот я посмотрю, у меня прямо сейчас заплачивает. Сказали, 12 лет – прошло. Это же просто уже я могу сидеть и ностальгировать. Это было так недавно. Это было так недавно. Нужно вспоминать великих режиссеров. Нужно делать эти вечера, нужно смотреть кино и показывать молодым, потому что эти люди, они составляют историю. Они дают нам толчок для дальнейшего, понимаете? Это только молодые могут прийти и сказать, что до нас ничего не было. А до вас был вообще Кавка, и вообще все, блин, в мире философы. Так что давайте просто надеяться на лучшее. Есть талантливый режиссер, который очень круто снимает. Мы их еще увидим, и они станут классиками, может быть, как Алексей Октябриныч. И будут снимать по фильмам в год, это будет круто. Это круто, это романтика, в нем нет ничего. Вот в фильмах Балабанова все говорят, что мне все время чернуха. Я не вижу ничего. Я вижу абсолютно такая романтика разложения человеческой личности. За этим очень интересно наблюдать. Это красиво, это опасно, это по-честному, это круто. Поэтому, ребят, спасибо большое, что пришли. И приглашаю вас дальше. Будут еще разные его интересные фильмы. Они у него все разные, все потрясающие. Спасибо большое. Да, вот через 20 минут мы показываем фильм «Счастливые дни». Это дебют Балабанова в полном метре. Как бы тот Балабанов, который еще не снял брата. И фильм очень редко показывается. Кстати говоря, там одна из первых очень заметных ролей Виктора Ивановича Сухорукова. Они в это время дружили и даже жили в одной коммунальной квартире. А завтра последняя картина Балабанова, которая называется «Я тоже хочу». С неслыханной, я бы сказал, дерзкой простотой, где, в общем-то, уже артисты это Леше были не нужны. Он просто собирал своих друзей, сам снимался. Он там же сказал о своей смерти. Такого кино тоже я не могу вспомнить. Такую меру исповедальности, чтобы человек умирал в кадре, а потом через полгода с ним на самом деле это все случалось. Когда он говорит о себе, что он европейский киноакадемик, это правда. Он там не называет себя Алексеем Балабановым. Да, но он еще с 2006 года на «Грузии 200» говорил, что это моя последняя картина, мне надоело, я умру, я скоро умру, режиссер должен быть молодым. Это его была такая философия романтическая. Но потом снял еще очень много хороших фильмов, слава богу. Ну и самое главное, вот эти вопросы, кстати, последние, которые прозвучали, их очень важно задать Сергею Сильянову. Он завтра будет в 17.00. Это продюсер Алексея. Я считаю, что это стена Алексея. Вообще Алексей счастливый человек. Счастливый, потому что он хотел... Он снимал ровно то, что хотел. Снимал ровно тогда, когда хотел. И если решался вопрос денег, то их решал только Сильянов. Вот поверьте, это и тогда было непросто. Некоторые сценарии заворачивались. Тот же сценарий про уродов людей назывался «Ехать никак нельзя». Он был завернут в госкину первым. Как это так? Там «Сиамские близнецы», там «Суицид», там «История порно в России». Это уже тогда было. Но, тем не менее, вот был Сильянов. Это мужественный, красивый, большой человек. Вы увидите. Никто никогда не задал вопрос, где он берет деньги. Он понимал, что если надо снимать... Вы знаете историю Кармадона? Они же пережили такую трагедию. Сто человек в съемочной группе погибло. Там, в Осетии. Это тоже Сильянов, это Бодров, который снимался в «Брате». Это друг Алексея и так далее, и так далее. И завтра мы покажем материалы, которые неизвестны широкой публике. «50 минут фильма. Река». Это незаконченный фильм. Погибла актриса на съемках, якутская актриса Свинобоева. Ну, может быть. Ну, просто насчет себя тогда. Вот погибла актриса, и он очень боялся. И когда на съемочной группе я там в наручниках падаю с кровати в одном из дублей, наручники как-то закрепили неправильно. Они были настоящие, ментовские. И они очень плотно сжали. И я там стал орать. По-настоящему было уже просто больно. Там чуть не сломалось, не вывихнулось это все. Он очень сильно орал, уволил сразу реквизитора. Потом он дико боялся за своих актеров, что что-то случится, может что-то произойти. Я так думаю, вот за женщин особенно. Ну да, потому что про фильм «Река» он говорил, что это должна была быть лучшая его картина. Полфильма снята, да. И вдруг автокатастрофа. Ну, это вам Заса Сильянов расскажет. «Кармадон» и это. Ну и другие есть какие-то замыслы. То, что не будем опережать события. Приходите завтра. И сегодня тоже. И вообще все дни. Спасибо. Спасибо, Агни.